Доброго времени суток с зрительным гостем нашего канала с вами Росси и это рубрика Gameplay Let's Play. Сегодня мы с вами рассмотрим игру под названием Atom RPG. Игра по вселенной постапокалипсиса. Альтернативная вселенная, в которой СССР все-таки бахнула по проклятым пиндосам, а пиндосы бахнули в ответ. Скажем, эта игра была создана разработчиками из постсоветских стран, точнее со стран СНГ. Хотя обязательно стоит добавить, что при создании этой игры также участвовали люди не из СНГ, хотя на просторах интернета везде эта игра позиционируется как наша новая русская игра Fallout, но русский. Ну, к сожалению, возможно часть это и так, но все-таки люди из разных стран, это интернациональная команда, которая, кстати, называется также как и их игра Atom RPG. Сегодня мы с вами в нее немножко поиграем, посмотрим, что она себя представляет. Вышла на 20 декабря сего года, то есть буквально совсем-совсем недавно. Признаюсь вам честно, что я изначально в нее уже немножко поиграл, может минут пять-десять от силы, посмотрел, что это вообще такое. По информации в интернете, по, скажем так, рецензиям и обзорам, все ее хвалят в том плане, что это наш гордый ответ Fallout, что эта игра взяла в себя самая лучшая из первой-второй части франшизы Fallout и все самое лучшее только для вас, самых лучших. Эту игру, конечно же, я приобрел на торренте по цене интернета, но вас я призываю к тому, чтобы вы купили ее, если хотите играть, обязательно покупайте, поддерживайте разработчиков, потому что благодаря покупкам игр рецензионных разработчиков есть смысл делать что-то новое. Давайте, значит, сейчас мы с вами попробуем создать нашего персонажа. Я точно не хочу, чтобы это была Елена, как мне поменять. Я не хочу, я не хочу быть женщиной. Я хочу быть брутальным мужиком. Как мне это сделать, господи? Давайте вернемся обратно. Так, новая игра. Я все равно Татьяна. Хорошее имя Татьяна, мне нравится, но я хочу быть мужчиной. Давайте... О! Я извиняюсь, просто нужно было двадцать. Драгон, Азиза, Татьяна только немножко бурятского направления. Снежана. Смотрите, такая Снежана немножко похожа на Милу Йоу-Йоу Бич и еще в береточке Советского Союза Жанна Никита. Ну, вот смотрите, вылетли, в принципе, в буряте Никита. Опять же, ребята, ничего не имею против имени Никита, но вот именно этот хлопец в очках почему-то мне Никиту напоминает. Не знаю почему. Давайте мы будем Никитой. Так, чтобы нас телочки любили, давайте возьмем... Телочки любят сильных. Возьмем физическую силу побольше. Ну, и судя по нашим очкам и нашим бровям этим классным, возьмем, наверное, еще интеллект. Мы будем умными и сильными. Так как мы сильные, я предлагаю, что нам надо сделать так. Ну, как бы, в мире после атомной войны, что мы... Как мы себе можем реализовать, правильно? Только ебашить в кашу. То есть, поэтому надо рукопашный бой, чтобы не искать им всякое оружие, типа, а так вот взял, говорит, булыжник и пошел, как бы, ломать всем черепа. Я считаю, отличный вариант. Давайте вот так вот на 70 рукопашный бой. Киа, карате. И, конечно же, я считаю, бартер. Бартер неотъемлемая часть. Это с кем-то меняться на что-то. Это просто отлично. Я считаю, это просто отлично. Как раз передаст весь дух этого мира. Какие деньги? Деньги это пыль. У фаллаутики были крышечки. Здесь это, наверное, будет, я не знаю. Наверное. Ну, блин, явно не рубли. Как-то, ну, я не знаю, в постапокалипсическом, господи, мире рубли. Ну, может, камушки какие-то. Не знаю. Так. Особенности. Какие у вас есть особенности? Черный поиск. Из туалета. На этом мы вообще будем плохими ребятами. Нет. Доктор Морфиниста. Вы склонны к наркозависимости интеллектуалу. Никита. Отлично. Он к этому подходит. Еще плюс в общении. Наркоманам, наверное, всегда проще общаться. Бартера плюс. Отлично. Так. Обжора. Вам нужно чаще есть, но зато у вас живот становится, как другой барабан. Плюс два куносливости. У живот наступает в два раза быстрее. Шатко. Шатко взять при два куносливости, но жрать, где мы будем искать жрать. Хотя, если мы будем... Даже не знаю. Так. Церковая школа. Старый жулик из Шапито. Как-то обучалась всему ремеслу. Минус 20 кг. Максимальный вес. Нет. Надо что-то носить. Баловин судьбы. Вам всегда везло, и вы добивались успеха, не предлагая особых усилий. Жаль, что я сделал этого. Вы так и не обрели других умений. Выносливость минус один. Минус ко всем навыкам, кроме общения. Конечно. Я зря качал 70, чтобы кашу лупить. Невезубчий оптимист. Фактические шансы. Удача. Зачем мне эта удача? Хотя, шанс будет ноль. Технофоб, дипломат. То есть, между ними в силе последовательность. Баловин судьбы. Баловин судьбы. Баловин судьбы. Чамаза, охотник, волк, демец. Баловин судьбы. Баловин судьбы. Волк-одиночка. Так. Плюс один. Давайте возьмем, наверное, волк-одиночку. Потому что, как говорилось во карте, я всегда один. Начинаем. Нет. Не начинаем. Комплект одежды. Походник. Обычный. Ага. Нет. Давайте с лиловой стороны. Выживание. Конечно же легко. Я... Блин. А так вот. Я не планирую тут сильно всех разрывать. Я просто хочу посмотреть эту игру. Показать ее вам. Возможно, вы посмотрите. И вам она понравится. Не от моих комментариев понравится. А просто понравится то, что в ней будет происходить. Так. Уровень легко. Походник. Что тут у нас? Старый добрый свитер с оленями. И брюки с худотками. Вилитарист. Зеленая армейская куртка. И такие же брюки, принадлежащие неопределенной армии. Тельняшка. Майка без рукавов. И военные брюки. Выбор крутого героя боевиков. Ам... Давайте быть вилитарист. Поехали. Ой, заставочка. Послушайте, а я потом включусь обратно. Организация «Атом» была создана задолго до войны, развязанной подлыми империалистическими захватчиками. Среди наших задач не только сбор довоенной технологии и восстановление нашей советской Родины, но и достижение довоенного уровня жизни. И для реализации поставленных целей мы регулярно отправляем в пустоши поисковые экспедиции. Однако недавно экспедиция под руководством генерала Морозова перестала выходить на связь. Наши человеческие ресурсы ограничены. Поэтому стандартная процедура в таких случаях — отправка нескольких оперативных агентов для проведения разведывательных действий. Вы были выбраны для выполнения этого задания. Отряд генерала Морозова имел важную задачу — найти, взять под контроль и изучить секретный бункер. Бункер 317. По нашим данным, это место находится недалеко от населенного пункта Отрадное. Для успешного выполнения задания рекомендуется выйти на связь с нашим агентом в городе Краснознаменный. Кодовое имя — Фидель. Его прикрытие — трактир в пригороде, так что помимо оперативной помощи он может оказать информационную поддержку. Пароль для связи с агентом вы узнаете из конверта. После прочтения — уничтожить. И помните, ваша задача — наблюдение и сбор информации о Морозове и его отряде. Не нужно проявлять излишнего героизма. Пустоши — это крайне опасное место. Удачи вам, Гадет! И пусть будет АТОМ! И пусть будет АТОМ! Мы получили брифинг. В общем, мы — суперспецподразделение секретной организации АТОМ, которые находятся на территории Советского Союза, как я понимаю, ну, бывшего после аерной войны. И нам нужно найти генерала Морозова. Вот так мы и скучаем. Обученный такой парень. Давайте я, наверное, не буду читать эти комментарии, потому что я могу не успевать, и будет получаться очень криво. И не буду читать. Я пока не решил. Ага. Добрый вечер, диспетчер. Все-таки, наверное, давайте... Простите за мое чтение. Возможно, оно будет ужасным, но, к сожалению, я не профессиональный диктор. Итак. Из неровных, пляшущих перед вашим костом теней, материализуются крепко сложенные темные волосы мужчин лет 30, одетый в засаленную униформу цвета хаки. Да, нет? Опа-опа. Да ты, товарищ, прям как будто с обложки старого журнала слез. Не помешаю. Мужчина останавливается перед вами и потеряет руки, как будто бы для согрева. Или для демонстрации внушительного кастета, надета на его левую руку. Турист-походник, не иначе. Палаточка такая чистая, шматье унелатанное. А хабара... У-у-у... Мужчина присвистывает. Его взгляд быстро проводится по всем вашим поживкам. Не тяжело добра столько на себе таскать. Лицо незнакомства неожиданно расплывается в зловейшей улыбке. А то мы с пацанами бы помогли... Не, ну не бесплатно, конечно. Но зато вполне приемлемую сумму. Что скажешь, старичок? Вы замечаете еще четыре фигуры, надежно укрытые ночной темнотой. Если до этого у вас могли оставаться сомнения, то теперь все становится довольно более понятным. Вас собираются ограбить. В принципе, я их сразу процинковал. Ребята, не знаю как вы, но... Особенно вот этого мужчинку с палкой, а вот этого с палкой с гвоздями. Такие нормальные. Все спортивные пацаны, все нормальные домой. Итак, наши варианты. Первый вариант. Не на того напал мужик. Меня к стычкам с местными аборигенами не один год готовили. Обещание слушай. Я согласен, делиться нужно. Но у меня тут только самое необходимое для выживания. Будь человеком, оставь меня в покое. Сила. Осторожно, мужик. В темноте может незаметно, но ты нарываешься на проблемы с тем, от кого бы тебе этот алый главный кастет не поможет. Черт с вами. Давайте, хапьте. Гады позорные. Так как мы прокачали с вами силу для того, чтобы нравиться девчонкам после ядерного взрыва на пустоши здесь. Поэтому мы выберем силу. Вы получили после немножечко опыта. Отлично. Успех. Мужчина фокусирует на ваш взгляд и с опаской отступает на пары шоков от костра. Похоже, ваша мускулатура лучше всяких слов сообщила бандиту, что простым запугиванием здесь не обойтись. Он делает быстрый жест в направлении своих сообщников. Как один, группа головорезов двигаются в вашу сторону дубинки и молоты наголо. Бой неизбежен. Мне кажется, что, наверное, любой из вариантов, наверное, бы приводил к этому. Хорошо. Давайте рассмотрим наш бой, который у нас будет здесь происходить. Там конец карты, наверное. Там уже пустоши заканчиваются. Значит, у нас есть четыре бойца. Один с ломом. Двое с палками. С кастетом. Тоже с палкой. Что у нас есть? У нас есть наш рюкзак, топор, автомат. Вообще, я бы хотел схватить автомат и рубить их автоматом. Но, я думаю, это невозможно. Возможно, в том плане мы, наверное, здесь должны проиграть. И, наверное, мы проиграем. Хотя, вы посмотрите на этого Никиту. Он в любом случае должен затащить. В любом. Ладно. Я думаю, у нас нет вариантов что-то попытаться взять. Значит, у нас есть прицельный удар четыре единицы. Рукой. Удар рукой. Прицельный удар рукой. Соответственно, ногой. Ну, да. Похоже на пола. Вот первый. Ладно. Давайте удар рукой. Начнем. Они... Я не успею дойти, как я понимаю. Блин. Хорошо, мы можем? Нет. Все. Мы не можем. Мы ни хрена не можем. Я все-таки попытался взять топор, но это получилось. Четыре урона. Четырнадцать урона. Ноль урона. Да. Хватаем хабар, мужики. У нас сегодня неплохой улов. В общем, меня готовили в спецподразделение Атом. В суперсекретной организации. И, в конце концов, меня отлупасили каких-то пять алкашей местных. В общем, круто. Моя голова. Что-то у нас осталось. Ни хрена. Палаточка. Вкусненько. Стандартный инвентарь. Забрать все. Готово. Давайте, опять же, посмотрим. Я уже голодный. Только начал уже голодный. Дерево умений. Миром правит золото. Золотом правит проговец. Скидка 10%. Скидка 10%. Фельдшер. Ветка умений. Ну, довольно-таки обширная. На мой взгляд, я не скажу, что я большой фанат Fallout. Ну, то есть, я играл, конечно, даже проходил. Не помню только какую первую или вторую часть. Мне очень, на то время очень нравилось. Но не скажу, что я по нему писаюсь. Типа, у-у-у, это же Fallout. Я не ждал с восторгом последней части. Так, 76. Fallout 76. Конечно, смотрел на него обзоры. Типа, там, всяких крутых. Плохо, неплохо, хорошо ли, и так далее. Ну, не знаю. Не фанат, но в такие игры время от времени поигрывал. Я не мог обойти стороной. Русский Fallout. Какая-то заставочка, но она, вроде, не долгая. Поэтому я не буду выключать свой божественный волос. Будете меня слушать дальше. Отрадное. То есть, мы вот сейчас с вами прим тупо по брифингу. Как я понимаю, мы, наверное, шли очень долго. И дошли только к ночи. К отрадному. Ну, вот, скорее всего, я просто по-другому не знаю, как посыл. От авторов разобрать. Когда мы вдалеке. Мы... Нам показывают наши пальцы работящие. Которые не смогли нас защитить. Почему? Не знаю почему. Наверное, просто не захотели. Вообще, я думаю, что сейчас наш Никитка даст вертухай. Как бы все-таки в берцах. Тоже спортивная подготовка. Думаю, сейчас одному ухо, другому глаз. Третьего поломаем хребет. Выгрызем ему потом. Четвертого тоже там разорвем. Но, к сожалению, нас просто отрубили и выбросили как собаку. Загрузка. Я, кстати, такой арт могу от руки нарисовать. Карандашом. Хотя я далеко не художник. Так, стой, кто идет. Сразу мы, наверное, переход между локациями. Типично для первых троукалаута. Так. Вы видите крепкого мужчину лет 30. В потертой довоенной куртке. С внушительным стволом в руках. Господа, вы не знаете какой у Никитки там ствол в штанах есть. Ну, как бы это совсем другая история. Все в его взгляде и манере держаться выдает в нем славного парня. Который не прочь бы и перекинуться парой слов с включенным публиком. Он михалично поджевывает соломинку. Однако при виде вас оживляется. Далее. Физкульт. Привет, товарищ. Шутка на миллион. Привет, привет от старых штиблет. Помолчать. Отворим. Едем с тобой. Давайте. Поздороваемся с ним. Мужчина охмыкает и сплевывается ломинку. Он демонстративно убирает руки с автомата. И тот остается висеть на самодельном кожаном ремне. Вот и поздоровались. Меня зовут Ян. И я охраняю эти ворота в деревне. Если не секрет, какова цель твоего визита? Я ищу кое-кого. Я просто странствую. Так как у нас миссия суперсекретная, мы не будем ему говорить. Мы скажем, что мы просто странствуем. Ну, путешественникам у нас всегда рады. Хоть и сейчас времена тяжелые. Я чем-то могу тебе помочь? Ну, я бы мог задать тебе пару-тройку вопросов. Задавай, а я попробую ответить. Так, давайте узнаем за нашего генерала Морозова, который прорывался своим отрядом. Так, тут у вас через деревню не проходил военный отряд? Интересно, что ты спросил. Как раз на медни проходил один отряд. Ну, не знаю, военный, не военный. Но мы уже типа это серьезные. Выправка армейская. Все с хорошим оружием. Вроде даже в какой-то униформе. Короче, серьезные ребята. Они купили у нас немного воды. Отдохнули денек за стенами и пошли дальше. И я разговаривался с самым молодым там парнем. И он мне сказал, что они в руине тут неподалеку. Экспедицию устроили. Видать, остатки хабара довоенного ищут. Ну, вот им в помощь. Они мне нормальными ребятами показались. А что ты можешь... А, а ты можешь мне показать, где руины находятся? Ян берет вашу карту и хорошенько ее осмотрев, чертит на ней угольком крестик. Еще раз критически осмотрев карту, он передает вам ее обратно. А вот тут, смотри, не близко и не далеко. Так, спасибо. Можно тогда еще один вопрос? Так, расскажи мне ваше теление. Давайте послушаем лучше слухи. Мне как-то один прохожий рассказал, что где-то в пустошах есть заброшенные пианины в лабере. Вот только он не заброшенный. Вроде живут там одевчавшие пионеры, которые людей жрут и яволы поклоняются. Блядь, одевчавшие пионеры. Просто как-то непривычно слышать такие вот слова, названия после всех пиндосовских игр. И он добавил, что на самом деле никакие это не пионеры даже. А хрен пойми что, твари какие-то, в детской одежде нацепившие, а наши повадки копирующие. По мне так первостатейный бред. А так ничего особенно интересного я не слышал. Ты, может, кого-то другого поспрашиваешь, а то я за слухами, честно говоря, не слежу. Справедливо. Короче, ясно. Давай. Увидимся потом. Погоди, ты это, заходи, если что, перетрем. А то скучно тут на посту стоят все время. Ну, будет время за это бывает. Так. Давайте осмотрим, что тут у нас есть вообще. Медпункт. Какая-то хрень. Кто-то храпит в своем доме, наверное. Кучу всего тут можно обходить. Это выход, как я понимаю, второй из деревни. Харчевня. Спасибо вам. Чего-чего-чего. А можно это зажим? А, это там радио играет. Так, ладно, давайте. Куда идти не за слухами, как в харчевне. Так, магазин. Нет, давайте сначала магазин. Все-таки у нас там немножко гамера. Экс. И тут у него банки. Какие-то стоят банки, масло, все дела. Так. Перед вами стоит худой мужчина среднего возраста. У него костистое лицо озаряется немного наигранной улыбкой. Куда он замечает вас. Доброго времени суток. Блин, прям как я здороваться с вами. Предлагаю вашему вниманию стволы на любой вкус. Довоенное. Будто только со станка. Ружья, винтовки, пистолеты. От лучших мастеров пустоши. Все оружие высочайшего качества. Если взорвется вас в руках, смело просите деньги обратно. Хм. Бартер, слушай, как насчет скидки? Хочу притяниться к твоим того. А ну-ка, Бартер, попробуй. Успех. Ну-у-у-у-а-а-да. Только из-за моего ком-хорошего расположения предлагаю мне маленькую скидку в 5%. Звучит неплохо, так ли? Вот теперь же интересно и спасибо. Так. Хочу притяниться к твоим товарам. Давайте посмотрим, что у него есть. у нас есть фляга все-таки здесь исчисление в рублях пустая фляга у нас есть за 10 рублей у него тут и 100 и деньги патроны 30 калибра консервы металлолом чай кирпич так лет и старые мельские галеты безвкусные и пресные но зато исправно освещающие платок веревка гвозди хозяйственное было я думаю оказавшись в пустошах надо сразу взять себе мыло хозяйственную веревочку и дерево повыше и как бы все чем учится в общем нечего нам его взять давайте спросим несколько вопросов торговец выглядит несколько разочарованным но сохраняет на лице вытку на случай если вы все-таки решите что-то пролист слушаем так слышал последние слухи у меня родственник караваны водит от самого красного партизана и до хрущевской целины так он рассказал что в заброшенном академгородке который там на пути какие-то странные аномалии появились мол если там заночевать то всю ночь кошмара будет снится на верхних этажах без окон зеленый свет идет голоса людям слышится это еще не самое страшное что там творится рассказал что в его караване был один паренек работник и вот подходит он как-то к моему родичу и говорит то да сё его приятель зовет подвал какой-то спуститься вроде как нашел он там запас довоенных консервов ну родственник дал добро и забыл они лагерем тогда встали а вечером смотрят нет парня пропал спустились тот подвал а там только свежая лужа кровь и все причем тот приятель который его якобы допозвал весь день в лагере был и ни сном ни духом они думают что у кадемгородке нечистая сила завелась и что гости из созвездия альдебарана а я думаю что это лишняя причина купить хорошее оружие кто бы сомневался подозрительно турбайка заканчивается я пожалуй пойду согласен так давайте наверное посетим еще таверну нет наверное чуть дальше потому что можно ходить по кучу домов наверно тут кучу квестов как обычно перед вами стоит пухлый разовощетки мужчина лет этак 25 он одет белую майку довольно короткие спортивные шорты его лицо украшает относительно аккуратная оборудка а в руках он держит не менее относительно чистое полотенце которым периодически отмахиваться от назов его их мух и у вас мужчина широко улыбается о посетитель добра пожаловать в харчевле ваш брат пупник что-то часто к нам зачистил да не так давно через наше село проходил целый вооруженный отряд в этих местах от мужичков с огнестрелом добра не жди но эти ребята выглядели действительно прилично прям будто настоящая военная оба матки а сразу уловили связь много с этого момента по подробнее да нечего особо и рассказывать они неразговорчивые были вроде наш председатель пытался с ними чем-то договориться но те просто взяли и ушли видимо не вышло у него они больше с охранником на главных ротах общались его ян зовут если интересно что-то узнать про тех ребят не буду спрашивать зачем тебе это лучше с ним поговорить так а вообще может чего выпить закусить так ну в принципе мы были голодных вот и посмотрим что у него есть кепка вот я считаю нам вот эту кепку утку и сразу и сразу общение плюс 3 звуча почем а семечки есть сразу что тут у него есть значит деньги на понятно довоенные деньги довоенная водка довоенный пиво самопальное мясо стакан рассол вилка довоенная вилка предмет ценный не только столовой прибор и даже оружие вилка это статусная вещь которая говорит о своем хозяине как у человека состоятельно конечно мир и прянь если у тебя есть вилка то ты состоятельный человек не хотел бы я в жизни в таком оказаться нечего у нас брать толстяк пару раз подмахли за своим полотенцем и весело подмигивает вам какой-то маньячела что ли выебать нас хочется не надо братан мы как бы серьезные то что у нас побили не значит что нам можно подмигивать и думать о том как на службе читал я бы хотел задать несколько вопросов да ради бога задавай какие сплетни давайте по сплетним пройдемся не будем упугаться сюжетную линию метод один нетрезвый прохожий подозрительный типчук а сказал мол в большом городе краснознамённом криминал поставлен на поток что местные бандюки выдают своим шестеркам воровские паспорта это типа диплома у них и рабочего удостоверения как старые времена уверен точно пыль нам что же еще ходит слух что где-то в средней азии есть заброшенный город который когда-то стоял на берегу моря но незадолго до войны вода оттуда ушла и остался он один посреди пустыни короче завелась там вся стая волков которая всех встречных поперечных ела ну люди из искресной земель и наняли охотников чтобы тесто стаи справились на волков в том городе охотники не обнаружили кобыли там самым жутким образом одевчавшие собаки любоеды они людям в стиле страшное столь давай еще люди болтаю что до войны в этих местах никаких грибов лишаев и прочих природных явлений особо то и не было мол климат здесь все таки всегда суховат до них был а вот после войны вроде климат все тот же грибы растут мог растет может врут мне все конечно а может и старушка радиация так интересно и сработала шут знает еще слух тут странствующий чудак выдал историю случилось ему одному курьеру на югах засаду попасть груз отобрали самому пуду промежла спустили и в могилу я только выжил выходили его местные на ноги по стороне и что ты думаешь чудила вместо того чтобы спасибо сказать и зажить спокойно пушку в руки шляпу с полями на голову и в погоню за теми кто его изговорил трупы его холодные с той поры на обочине так и валяется а на что он рассчитывал курьер он тебе не товарищ сухов даже не рэмбо чтобы организованную преступность на себя брать судьба ему видать такая была вот эти тех бандюков представится хоть не с первой попытки ладно короче я пойду погоди дух не хотел бы услышать одну собрать на бизнес предложение давай дело сущий пустак мощь мелочевочка нужно просто принести мне одну книжку я тут прикован к хозяйству у меня книга заказная лежит коза знамена райцентре нашем она сейчас в лавке у тамошнего книга тарховца его зовут аврам почему-то я не удивлен что аврам не менее я ничего не против я же вижу что ты путешествуешь много может если будешь в городе принес бы мне ее за него заплачено да и тебе за труды и подкинуть его ну как мужчина берет вашу карту помечает на ней местоположение города супер спасибо большое когда держи вот эту расписку и нужно предоявить аврааму и он тебе взамен отдаст книгу пармен продвигает вам небольшой квадратик из плотной бумаги на нем ровным почерком выделено хозяин этого документа раченко в а или его официальный представитель имеет право получить книгу повесть о кольце автор толкин по предъявлению этой расписки подпись маркин а в общем ребят давайте наверно выскочим просто за пределы города посмотрим на карту общую как она выглядит и наверно на этом будем заканчивать наш взор не знаю полком конечно ничего не показал почитал просто не уверенным своим голосом почитал вам слухи просто не было интересно какие тут истории вообще как они проработали скажем так побочные диалоги не те которые связаны с прохождением самой игры вы знаете это пугает это переходы между локациями когда все замолкает звуки замолкают так журнал заданий обновился ну в принципе да значит что у нас здесь есть у нас есть туман войны скажем так мы карта хорошо м это у нас карта основная так то что нам по отмечали добрые люди значит заброшенный булку 317 краснознаменный ну пока все может карта ну я думаю это не вся карта конечно но больше понятно здесь как по классике в фоллаута начинаем предлагаться по карте могут сработать случайные ивенты и потому что потому что напасть может караван и так далее так далее так далее ну это само собой понятно это мы разбиваем лагерь и наша интуиция нас не подвела действительно это такой своеобразный лагерь то есть костер на локации только не могу понять почему мы напротив находимся остановки вроде мы от остановки были подальше судя по карте конечно так взаимодействие с костром значит перед вами потрескивают уютный костерок возле которого такого приятно погреть кости и приготовить себе чего-нибудь поесть здоровье 35-35 голод 1200 из 1500 ну хорошо как с ним взаимодействовать бартер не можем мы с ним бартер провести уйти тогда давайте бегленько осмотримся может что-то тут есть что-то можно взять какую-то там веточку скоммуниздить плохо лежит может автобус меру чем за автобусы взять в общем это просто местность на которой мы остановились для того чтобы у грибы кстати большие грибы можно собрать месяц просто становишь чтобы погреть свои кости возле костра ничего здесь такого интересного нету поэтому наш никита унывает но мы с вами не унываем спасибо за просмотр этого видео спасибо что вы остаетесь с нами с вами был россия это был канал роли game онлайн я надеюсь что вы досмотрели до этого момента и даже если досмотрели все равно ставьте лайки и дизлайки и до скорых встреч